Сроки срываются, фасады не обновляются, лифты падают. Сегодня общественники и журналисты выехали на объекты капремонта и задались вопросом, куда утекают деньги. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Наталья Бакерина. Здравствуйте. ЧП в Вятских полянах четверо подростков отравились дымом. Школьники находятся в больнице в тяжелом состоянии. Самые низкие показатели по вакцинации в Вятскополянском и Верхошиженском районах на очередном заседании Оперштаба обсудили борьбу с коронавирусом. Через 200 метров поверните налево. Кировские автомобилисты вынуждены лавировать между коммунальными раскопками, а где ремонт теплосетей уже заканчивается, а где придется искать пути объезда. Зловонное озеро, а рядом много живности. В основном черви, мухи и тараканы. Все это не в лесу, а в городе, в доме на улице Воровского. С чем связано такое сомнительное соседство? Торнадо, град и шквалистый ветер. На Поволжье надвигается стихия. Затронет ли она Кировскую область? Спросим у синоптиков. Шалость с огнем чуть не убила подростков. В Вятских полянах школьники подожгли мусор и отравились дымом. Инцидент произошел вечером 2 августа. Как сообщили в Следственном комитете, пятеро подростков 12-14 лет проникли в заброшенное здание. Там они подожгли бумагу и мусор. Это спровоцировало пожар. К моменту прибытия спасателей двое детей смогли выйти наружу. Еще двух девочек и мальчика, которые уже находились без сознания, на свежий воздух вынесли пожарные. В результате четверо из пяти ребят были госпитализированы в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения. Сейчас состояние их здоровья стабильное. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле прокуратуры. По факту произошедшего, прокуратурой Кировской области организовано проведение проверочных мероприятий, исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних, в том числе в целях исключения случаев их травмирования на бесхозяйных, заброшенных и неэксплуатируемых объектах. Помимо этого, в ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнения родительских обязанностей в семьях пострадавших детей, а также работа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не получилось, не срослось, год еще не закончился, но уже сейчас ясно, план по ремонту жилых домов в этом году провален. Это факт, который признают все, в том числе и сам фонд капремонта. Из 81 фасада зданий, которые должны были привести в порядок в рамках подготовки к 650-летию Кирова, отремонтировано лишь 4. Еще на 28 объектов заключены договоры с подрядчиками. По 22 готовится проектно-сметная документация. Печальные цифры озвучили сегодня представители фонда и общественники в рамках выездной проверки. К активистам присоединилась и наша съемочная группа. Почему у фонда капремонта дебет с кредитом вновь не сошлись, расскажет Ульяна Нездакова. Жителям этого дома на Спаско-53 не повезло. Капремонт фасада, фундамента и крыши здания должен был начаться еще в начале этого года. Однако благоустройство так и не стартовало. Все потому, что подрядчиков, желающих реализовать проект, не нашлось. А вот жители дома на соседней улице по адресу Карла Маркса 80 попали в число счастливчиков. Фасад здания которых все же привели в порядок в рамках подготовки к 650-летию Кирова. Всего таких домов оказалось 4 из 81 планируемых. О выполнении плана и речи быть не может, констатировали общественники во время выездной проверки. И пояснили, мол, на то есть причины. Во-первых, цена на стройматериалы в этом году выросла в десятки раз. Смет уже считали в прошлом по более низким ценам. В итоге подрядчики не спешат брать заказы на капремонт. Им это попросту невыгодно. Вторая причина, как мы видим, это какая-то проблема между госэкспертизой и подрядными организациями, которые сдают туда проект. Либо у нас подрядные организации проекты плохо делают, либо наша госэкспертиза очень качественно выполняет свои обязанности. В фонде капремонта провал признают и объясняют – у них связаны руки. Почти 400 миллионов рублей, выделенных на ремонт фасадов в этом году, из-за роста цен стало недостаточно. Надо поднимать стоимость контрактов. Но сделать это самостоятельно фонд капремонта по закону права не имеет. Вся надежда на федеральное правительство. Бенстроем России подготовлен проект постановления о внесении изменений в постановление Российской Федерации, которое дает возможность и право увеличить стоимость заключенного контракта до 25% в том случае, если эта стоимость будет обусловлена изменением стоимости материалов. И это будет подтверждено уполномоченным органам. Кто будет давать добро на увеличение цены контрактов, пока не ясно. Решение остается за Минстроем. Проект нововведения пока находится на рассмотрении. Впрочем, проваленный план – не единственная заноза в теле капремонта. И без него проблем хватает, к примеру, с лифтами. А это знаменитый падающий лифт из соцсетей в доме по адресу Риммы-Юровской, 11. Конструкция перестала работать еще в конце июля. На дворе – начало августа. Нажимаем на кнопку – двери не работают. Из-за поломки устройства чуть не случилась трагедия, вспоминает жилец дома Юрий Стебаков. Сосед Юрия с шестого этажа буквально полетел вниз. Хорошо система безопасности сработала, машина остановилась на первом этаже. Чуть не погиб. При руках он летел, поднялся наверх, дверь не открывается. Заскрепил и полетел вниз. Оказалось, станция управления лифтом сломалась. При том, что конструкция новая. Ее заменили в прошлом году. Теперь подрядчик обязан отремонтировать машину в рамках гарантийных обязательств. Правда, когда он это сделает – неизвестно. Компания не местная. Да и четких сроков устранения поломок в договоре почему-то не прописано. Каждый случай, который бы не был, все отрабатываются. И Ростехнадзор при необходимости проводит свою проверку, если это привело к каким-то печальным последствиям. Впрочем, пока печальные последствия коснулись только жителей города. Платить за капремонт, которого по факту нет, придется. Планы же никуда не делись. К 2024 году в городе должны обновить фасады 153 домов. Но, как показала практика, между «должны» и «сделали» – разница в несколько десятков неотремонтированных зданий. Ульяна Ездакова, Алексей Зырянов, Бюро новостей «Давича». Развязка все ближе. Еще один фигурант дела Быкова Николай Дубровин получил тюремный срок за взятки и подкупы. Октябрьский суд приговорил бывшего директора АТП к восьми годам колонии. Махинации с общественным транспортом – один из эпизодов в деле экс-мэра Владимира Быкова. Елена Шарыгина собрала все подробности резонансного дела. Бывшего директора автотранспортного предприятия Николая Дубровина обвиняли по двум эпизодам коммерческого подкупа. Также он дважды получил взятку. Установлено, что с 2013 по 2017 годы Дубровин, находясь у руля АТП, получил незаконно более 4,5 миллионов рублей. В том числе на закупку некачественного топлива для общественного транспорта. Действующий руководитель предприятия говорит, что последствия таких закупок он разгребает до сих пор. До сих пор выходит из строя топливная аппаратура, до сих пор выходят из строя двигателя, потому что топливо с такими характеристиками отрицательно сказывается на работоспособности оборудования всего в целом автобусе. Соответственно, если раньше топливную аппаратуру меняли не в таких больших количествах, то последние полтора года мы повально начали ремонтировать те автобусы, которые были из последней партии и закуплены в 2015-2016 годах. Громкое дело о печном топливе – всего лишь один из эпизодов уголовного дела экс-мэра Владимира Быкова. По версии следствия, Быков получил взятку в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей. За эти деньги он дал добро на заключение договоров на поставку топлива, независимо от его качества. 4 августа в Первомайском суде пройдет очередное заседание по делу Быкова. Но когда закончится судебный процесс, неизвестно. С 28 декабря прошлого года судебные заседания все время переносились и откладывались. То свидетели не явились, то потерпевшие. Господин Дубровин, другие участники этой схемы дают показания о прямом, либо косвенном участии Владимира Васильевича Быкова в данной схеме. Однако сам Владимир Васильевич вины свои не признает. И в этой части посмотрим на то решение суда, которое состоится. А пока кировчанам остается только гадать, какой срок дадут Владимиру Быкову. Общественник Константин Сичихин даже разместил в своем телеграм-канале опрос на эту тему. Мнения разделились. 36% считают, что дадут больше 5 лет. 32% проголосовали за срок меньше 5 лет. 31% думают, что Быкова отпустят. И 1% проголосовали за пожизненный срок. Город встал, машины в пробках, что уже, впрочем, и неудивительно для летнего периода сезона гидравлических испытаний и ремонта теплотрасс. Извините, говорят ресурсники, но город готовится к зиме и придется смириться с неудобствами. Где ремонт теплосетей уже заканчивается, а где автовладельцам придется искать пути объезда, знает Зоя Попцова. В первые дни перекрытия улицы Некрасова и улицы Попова Киров частично встал в пробках. Предложенные пути объезда по соседним улицам оказались забиты машинами и общественным транспортом. В пробках встали улицы Калинина, Красина, Щерца, Сурикова и Пугачева. Но этому коллапсу должен наступить конец. Улицу Попова должны открыть уже 10 августа для движения транспорта. Улица Некрасова будет недоступной для движения транспорта вплоть до конца лета. Желтый забор и знак дорожной работы появился теперь и в микрорайоне Европейский Учкин. А все потому, что единственная дорога, которая связывает этот микрорайон с городом, улица энтузиастов, станет уже на 2,5 метра. Но только вот на этом участке, на перекрестке с улицей Рудный. Все потому, что здесь идет строительство тепловых сетей. Ограничения продлятся до 30 августа. До конца лета по улице Грибоедова тоже не проехать. В районе домов номер 21, 23 и 29 происходит модернизация теплосетей. По улице Полевой, что в микрорайоне ОЦМ, пройти смогут только пешеходы. Здесь раскопали проезжую часть из-за реконструкции теплотрассы. Поэтому водителям проезд будет закрыт до 30 сентября. Автовладельцам опять придется искать пути объезда улицы Казанской. С сегодняшнего дня ее должны перекрыть. Ну вот, собственно, и эти ограждения, которые появятся на перекрестке с улицей Спаской и улицей Горбачева. На этом отрезке ресурсники будут менять 300 метров трубопроводов. А вот на жителях этого микрорайона никак ремонтной работы не отразятся. А горячая вода в их кране будет и никуда не денется. Зоя Попцова, Владислав Можейко, Бюро новостейдовича. В фате и домашних тапочках в России разрешили регистрировать браки на дому. По крайней мере, так пишут федеральные СМИ. А как на самом деле, об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это Давича, и мы продолжаем ситуацию с коронавирусом. В Кировской области остается непростой. Каждый день медики выявляют больше сотни заболевших. За последние сутки зарегистрировали 119 человек с COVID-19. Растет и количество тяжелых больных. Что делать в такой ситуации, этот вопрос обсудили на оперштабе в правительстве региона. Ситуация с распространением COVID-19 в Кировской области по-прежнему остается непростой. Система здравоохранения справляется с нагрузкой, но врачам приходится работать в усиленном режиме. Об этом заявил губернатор Игорь Васильев на заседании оперштаба по коронавирусу. Количество тяжелых пациентов увеличивается, возраст госпитализированных продолжает снижаться. В такой ситуации вопрос вакцинации выходит на первое место, отметил губернатор. Только прививка может, если не полностью защитить человека от вируса, то уберечь его от тяжелых осложнений и позволит перенести заболевание в легкой форме. Я уж не знаю, к счастью или к сожалению, но я лично ряд моих коллег, которые и сегодня присутствуют, убедились в этом на личном примере. То есть вовремя вакцинироваться, значит пройти всю эту историю, так сказать, в легкой форме. В регионе есть возможность привиться разными вакцинами. На днях в область поступил спутник «Лайт». Его используют для ревакцинации населения. Для удобства жителей во всех районах работают мобильные пункты, где можно поставить прививку. Однако не во всех районах темпы вакцинации одинаковые. Низкие показатели в Вятскополянском и Верхошиженском районах, высокие в Свичинском и Унинском. В последних проводилась разъяснительная работа с жителями. Нами было принято решение сорганизовать встречи и выходы в организованные коллективы. Ну, порой даже прямо после нашего общения появлялись желающие сделать прививку. Тут, конечно, сыграла у нас очень большую роль. Вот те, кто переболели, да, вот первые, да, шли и переболели в тяжелой форме, они рассказывали, вот как бы делились опытом. И люди живее как бы соглашались и шли на прививки, рассказывали другим, потому что вот этот опыт печальный, он как-то вот подстегивает действительно к прививкам. И такую практику разъяснительной работы нужно перенимать в том числе и бизнесменам на своих предприятиях, отметили власти. В нашем регионе такая работа проводится сообща. Их соседи – мухи, черви и тараканы. Жильцы дома Новоровского 85 жалуются на зловонное озеро в подвале. Выяснилось, что в одной из канализационных труб появилась трещина, оттуда вытекали стоки. Жильцы обращались в свою управляющую компанию, но безрезультатно. Новая муниципальная УК, куда перешел дом после лишения лицензии Ленинской УК, на письма людей отвечала, но что виновата не она, а обслуживающая организация, с которой заключен договор. Тогда к делу подключились активисты Общероссийского народного фронта. Они направили обращение в прокуратуру, после этого в доме начался ремонт. Но его качество вызывает вопросы. Рабочие заменили участок канализационной трубы, но не в том месте, где сочилась вода. Стену в подъезде оштукатурили, но отделочный слой нанесли на влажную стену, из-за этого появились пузыри. Воду из подвала не откачали, поэтому насекомые продолжают размножаться и докучать жителя. ОНФ просит контролирующие органы обратить внимание на качество ремонта в доме Новоровского 85. Воду, которая тут находится, тоже сказали, откачивать не будут, потому что здесь не возьмет насос. И будут ждать, пока она уже сама впитается. Это мне так вот пояснили работник управляющей компании «Единый». Браки теперь можно регистрировать на дому. Об этом пишут федеральные СМИ. Мол Министерство юстиции расширило полномочия ЗАГСов. И те теперь вправе проводить регистрацию брака дома или в больнице. Только если дорога и сама церемония уложатся в 150 минут. Во все это не поверила наш корреспондент Елена Чехомова. Она разобралась в вопросе и сейчас все расскажет. Лена, так можно сейчас стать мужем и женой у себя дома? Здравствуйте, ты не поверишь, Наташа, но пожениться дома можно уже больше 25 лет. Это, возможно, было прописано в Семейном кодексе 95-го года и в законе 97-го. А сейчас такую услугу просто прописали в регламенте о работе ЗАГСов. То есть внесли четкость в документы. Но в интернете же начали жениться в тапочках дома, да где угодно, хоть в пивных. Началась путаница и стали говорить о том, что ЗАГС может по желанию граждан выезжать вообще в любое место, в том числе и на дом, и в роддом, и так далее. Нет, этого происходить не будет. На дому регистрация производится только по медицинским показаниям. Это в том случае, если человек не может сам передвигаться, тяжелобольным является. При этом они должны написать заявление о том, что просят произвести регистрацию на дому. Либо в медицинской организации, да, это тоже возможно. Конечно. Плюс приложить обязательно подтверждающие медицинские документы. За прошедшие полгода в Кировской области зарегистрировали всего три таких брака по особым медицинским причинам. Кроме того, были, конечно, бракосочетания в СИЗО. Но это вообще другая тема, сюда они не в счет. Ну почему мы же знаем, что давно уже люди здоровые, обычные, женятся не только в ЗАГСе, но и, например, там в костеле, в домах культуры, да где хотят, значит, уже получается доступно? Да, но это другое. В Минюсте мне сегодня пояснили, что это уже торжественная регистрация брака и даты права, она тоже нам доступна уже больше 15 лет. Стоит 5000 рублей, проводится по согласованию с организацией ЗАГС-43, но они тоже никуда угодно выйдут. В этом месте должна быть государственная символика, хороший звук, какое-то подобие сцены, чтобы провести там церемонию. Но хоть и везти ее будет сотрудник ЗАГСа, это будет, да, церемония, но нет, не регистрация брака. Для самого бракосочетания нужно будет в этот день приехать все-таки в ЗАГС, возможно, даже еще без макияжа и без праздничной торжественной одежды. Ну а потом уже праздник при гостях вот на выезде. Тогда чем вообще процедура отличается от работы тамады или там частного ведущего, например, который красиво скажет, объявляю вас мужем и женой? Да, да, вот хороший вопрос, тем более, что теперь прописаны еще и ограничения. Работник ЗАГСа может вас поженить и вместе с дорогой до места вашей свадьбы и обратно вот на все про все затратить только 150 минут, да, вот 2,5 часа. А ведь кировчане в том числе выбирают для бракосочетания порой весьма труднодоступные места. Вот посмотрите. Красиво, правда? Это свадьба Кати и Андрея Дорис. Советск на дорогу и бракосочетания там. Ведущая свадебных церемоний Анна Стефаненкова потратила, конечно, не два, не три часа. Кировчанка уверена, выездные регистрации от ЗАГСа – это одно, а неординарные, необычные ее церемонии совсем другое. Они не конкуренты, хотя стоят такие услуги участников почти как в ЗАГСе. Я с огромной теплотой души отношусь тоже к работникам ЗАГСа. Они тоже делают свое дело, тоже очень трогательно, тоже творчески подходят и любят там свои пары. Мы у них, мне кажется, хлеб не забираем, они у нас тоже. У нас даже бывают соединенные свадебные церемонии, когда есть я и когда есть регистраторы ЗАГСа. Да, то есть есть, допустим, лирическая часть на мне, там история любви, всякие там трогательные моменты, а официальная часть церемонии, ее конкретно ведет регистратор ЗАГСа. У Ани были даже желающие пожениться на фоне своего любимого автомобиля и на берегу Вятки за пять лет, чего только не было. Пять лет она уже работает. Люди хотят индивидуального подхода и да, даже так, что в день свадьбы быть вообще вдвоем и где-то далеко-далеко. Для меня свадьба – это интимное событие, где должны быть двое людей, а не гости, которые должны там за вами наблюдать. Сразу хотелось какую-то маленькую свадьбу, ну, не в стиле горько, где много народу, заставленный пьяный дебош, важная нервотребка. В общем, подведу итог. На дворе 21 век ничего не изменилось, доступны все возможные варианты регистрации брака, но дома или в больнице только по особым показаниям. Лена, спасибо за интересную информацию. Мы продолжаем. На регионы Среднего Поволжья сегодня может обрушиться торнадо. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. «Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью». Конец цитаты. Стихия накроет Саранск, Пензу, Самару и Саратов, а также Татарстан. Торнадо для России – это редкость. Причина его появления в том, что по Центральной России сейчас проходит холодный атмосферный фронт, несмотря на то, что температура воздуха во многих регионах 30 градусов и выше. Сторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров. Все это сопровождается ливнями, грозами, местами градом и шквалистым ветром. Вот и в Кирове сегодня дождливо и жарко, а уже завтра резко похолодает. «Сейчас на данный момент мы в так называемом теплом секторе циклона, когда горячий воздух с юга к нам поступает. А потом сдвинется, передвинется, и ветер сменится, и там уже пойдет более холодность с северо-запада. Такой жары 35, наверное, я думаю, что уже не будет». Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. В студии работала Наталья Бакерина. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok